доброго времени суток всем добрые наши волшебники гости канала мы такая большая уже дружная семья сегодня у нас такой опять экстренный сос ролик к сожалению осень в этом году резко вступила в свои права но у нас нету соломы у нас не утеплены домики у нас нету ничего то есть мы не рассчитывали что вот так вот все у нас вот так все получится вчера я купила два 20 рулонов утеплителя 50 метров пленки сейчас вы все увидите это в ролике и мое обращение к вам посмотрите пожалуйста послушайте и не останьтесь пожалуйста в стороне мы очень-очень надеемся на вас на вашу помощь потому что ребята у нас все сидят не утепленные к сожалению и очень-очень прошу вас всех откликнуться доброго времени суток всем добрые наши волшебники гости канала моя такая большая дружная семья с вами волонтер бездомных животных и приют отвори добро наталья девочки у нас такой сегодня соус прямо экстренный выпуск потому что к сожалению осень в этом году резко вступила в свои права вы видите на видео до наши домики которые еще совсем не утеплены то есть если мы каждый год я делала это в октябре месяце то сегодня сейчас у нас вторые сутки льет дождь очень холодный ветер к сожалению говорят потепление уже не будет поэтому я вчера экстренно насколько смогла финансово купила на 20 брусочков утеплителя 50 метров пленки двойной сморезы и скобы то есть мелочь пену но этого нам недостаточно и плюс заказала 20 тюков пока сена соломы простите солома заказана в одной из деревень у фермера очень хорошая солома 80 рублей тюк это дешевле чем в прошлом году я покупала по 100 а в общем я заказала 150 тюков чтобы нам хватило на зиму и сумма к сбору составляет 12 тысяч рублей плюс утеплители 13 с половиной нам надо купить еще 30 30 квадратов 30 брусочков утеплителя на окна это сейчас первое что нам необходимо и конечно конечно сегодня я хочу обратиться к вам опять объявить открыть неделю стольника каждые ваши 10 20 рублей не стесняйтесь посылать как я всегда говорю с миру по нитке да но им сытая жизнь то есть в день у меня тоже расходы сейчас если на оптовой базе у меня была курица по 77 рублей сейчас она составляет уже 88 все в россии дрожает к сожалению и собачки у нас еще раз говорю кто-то пристраивается и тут же они опять пополняют наши ряды простите к сожалению но по-другому я не умею я не могла даже последних малышей взять и оставить в зоне риска нет конечно уже летимся у нас выкуплено уже три домика всего нас пять домиков еще нам бы купить два дома осталось в каждом домике по три комнаты в основном домике у меня пять комнат но к сожалению вторые сутки дождь хотели снять приют собачек вам но увы такую погоду многие даже не выходят на улицу гулять и моя такая большая дружная семья нам экстренно экстренно нужно утеплять дома мое обращение к вам сегодня прямой такое обращение к вам помогите помогите нам закупить на окна пенопласты и утеплители пленку я уже купила это основная сумма к сбору 13 половиной тысяч плюс солома ну и конечно же питание девочки питание я говорю в день это пять шесть тысяч плюс бездомыши бездомыши у меня пока есть живы здоровы я уже не снимаю их не показываю места обитания потому что как только мы показали где я кормлю бездомных животных там же прошлись добрые люди и собак потравили поэтому теперь я не рискую больше жизнью животных поэтому они есть они никуда не делись многие мои прячутся собаки дик с дичкой и правильно потому что именно вот такого плана собаки более дикие они более выживаемые которые не доверяют людям хочу сказать вам большое теплое спасибо за комментарии какие вы пишете мне очень приятно девочки я хочу одна недавно из подписчиц галина написала что на я собрала на своем канале действительно очень добрых честных и искренних людей это действительно так это действительно так спасибо вам что вы с нами что вы верите за то что вы являетесь такими вот действительно честными потому что извините к сожалению в гниющей россии да очень мало остается честных людей открытых и правдивых и я рада кто с нами остался я очень рада что вы со мной что вы действительно не такие как и мы потому что я всегда была за честность за искренность а я просите против против лжи лицемерия но к сожалению я такая и девочки спасибо вам огромное ваш комментарий читаю все не всегда могу к сожалению ответить простите потому что времени нет абсолютно совсем утром я вам расскажу немножечко да я утром стою гуляю со своими собаками убираю сейчас инвалида 6 у меня в комнате то есть пока за ними уберешься пока их покормишь кого-то сцедить кого-то напоить лекарствами потом я еду если я в городе у меня моменту поездки в клинику значит я еду полдня я трачу на то чтобы сделать закупки на приют потом мы едем в приют и уже вечером я приезжаю и опять у меня выгул своих собак когда я езжу с ними в леса на прогон и это уже поздняя ночь все то есть ночью я стараюсь ну по мере своих физических сил я стараюсь очень со многими общаться в отцап потому что пишут переживаются переживают спасибо вам огромное что вы со мной и хочу обратиться к новым нашим подписчикам недавно мне несколько человек звонили знаете девочки очень приятно познакомиться с вами честное слово если я считаю что это правильно вы делаете надо проверить человеку пообщаться поговорить и уже сделать определенный вывод готовы ли вы ему помогать финансово спасибо вам за это я считаю что это правильно вот но мне было бы намного удобнее общаться с вами в отцап то есть мои контакты это восемь девятьсот два девятьсот шестнадцать десять и восемь девятьсот двадцать семьсот пятьдесят два тридцать девяносто я всегда открыто к общению я всегда рада общению я рада что вы у меня есть очень со многими я в отцап общаюсь спасибо вам девочки прям всем всем говорю большое большое спасибо девочки мальчики бабушки дедушки спасибо что вы со мной действительно и из-за таких людей как вы да я стараюсь двигаться вперед я знаю что за моими плечами такая большая дружная семья что у меня вот такая вот большая большая поддержка с вашей стороны и вам прям за это огромное огромное спасибо если есть какие-то вопросы по животным да как бы я уже девять лет практик всегда пишите я всегда отвечу я что-то вам посоветую порекомендую где-то проконсультирую фактически я в принципе тоже сама умею все делать кроме стерилизовать и оперировать ну потому что когда ты приезжаешь и ты понимаешь что ты обязана животному помочь ты начинаешь просто уже на автомате понимать что у него за проблема какая помощь нужна животному это уже просто вырабатывается с годами на то у меня недавно у знакомых вот так вот на передержке собака отказалась от еды собака перестала ходить в туалет она была на передержке девочка с передержки звонила куратором с аккуратором финкуратором которые тянули тянули время и собака к сожалению ушла на радугу и знаете что самое интересное что при вскрытии собаки у нее в желудке обнаружили полутора метровый эластичный бинт это конечно страшно это глупая нелепая смерть но но вы видите допустим да греша у меня сразу заработала паника марфуша я сразу же экстренно девочку отвезла в клинику потому что ну невозможно невозможно ты же видишь что твой питомец как бы страдает да но это я вам так вот немножечко рассказала захотела я с вами сегодня как бы познакомиться представиться я очень-очень всем рада еще раз говорю поэтому девочки моя такая большая просьба нам срочно срочно надо утепляться не пройдите мимо нашей очередной беды а никто не ожидал обычно я это делала в октябре ближе к ноябрю но в этом году вы видите что осень так прям пришла ну как бы жестко она вступила в свои права я скажу даже так и поэтому мы просто не были к этому готовы и вы щеплю знаете что у нас и август месяц был до проблемный поэтому моя большая такая дружная семья я объявляю неделю стольника на питание и на утепление нашего приюта с большим уважением к вам волонтер бездомных животных и приюта твори добро наталья спасибо большое всем а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok